Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Напрямую к губернатору. Председатель Могилевского облсполкома провел выездной прием граждан. Кого-то волнует крыша, кого-то дороги, кого-то вода не того качества. Надо ставить станцию без железки. Если нерешаемые проблемы. Берегите самое дорогое. ГАИ проводит профилактическую акцию. Инспекторы будут дежурить на наиболее напряженных участках улиц и дорог вблизи школ. Кто главный пассажир? Культурный бренд. В Бобруйском районе пройдет международный пленэр по керамике. Мы увидим какие-то оригинальные, замечательные решения. До какого числа принимают заявки? А также отечественная микроэлектроника, энергетическая система и транспорт будущего. На белорусском рынке появился первый электрогрузовик. Какой запас хода? Самое главное – знать, куда идти и что делать. Президент посетил научно-производственный холдинг точного машиностроения. Планар еще в Советском Союзе стал сердцем отечественной микроэлектроники. Сегодня позиции мощного предприятия не утрачены. Здесь и разрабатывают, и воплощают чертежи в жизнь. Выпускает компания лазерно-оптическое контрольно-измерительное оборудование для сборки интегральных схем и печатных плат, микроскопы и медтехнику. Борьба за лидерство в этой сфере, подчеркнул Александр Лукашенко, порой приводит к военным столкновениям. В лихие перестроечные и постперестроечные годы сохранить это достояние, даже не национальное, мировое, удалось только Беларусь. Я прекрасно помню, как меня уговаривали продать, закрыть эти предприятия, купим, завезем все с Запада. Слава Богу, как бы то ни было трудно, страна сохранила и Планар, и Интеграл, и Беломо, и Горизонт, и Витебский Монолит. Но самое главное, научную инфраструктуру в этой наукоемкой отрасли. 30 лет прошло. Мы видим, что в борьбе за передел мира определяющие значения имеют технологии. Тот, кто обладает ими, способен не только выстоять, но и установить в будущем свои правила игры. Так называемый цивилизованный демократический западный мир без зазрения совести использует технологические рычаги воздействия, вводя санкции, пытаясь поставить на колени неугодное государство своих конкурентам. Особое внимание импортозамещению. Один из важных проектов – разработка биосовместимости материала для эндопротезов клапана сердца. На контроле губернатором председатель Могилевского облсполкома провел выездной прием граждан. На него записались 8 человек. Темы самые разные – ЖКХ, трудоустройство, торговля, строительство. Речь шла и про обновление центральной улицы в Осиповичах. Анатолий Исаченко поручил решить проблемный вопрос уже в этом году. Как? Расскажем прямо сейчас. Дмитрий Ашгирей – руководитель частного фермерского хозяйства в Бобруйском районе. В деревне Плёсы у него есть участок – около 300 гектаров. Там он выращивает зерновые и бобовые. Проблему создаёт талая вода. Посеянные семена просто затапливает. Всему виной нерабочая милиаративная система. С просьбой о помощи фермер приходит на прием к губернатору. Вопрос спорный. Торфяная почва по проектно-сметной документации должна использоваться под пастбище или сенокоз. Но решение есть. Может быть, там надо дренаж промыть или ещё что-то. Я не имею милиаративной техники. Той, которую мы используем на сегодняшний день, но она реально проваливается. Нельзя её использовать, потому что она к этому не приспособлена. Либо вы выращиваете то, что можно по проектно-сметной документации – это А. Но вам это невыгодно. Вы говорите о том, что там есть рядом сараи, фермы, и можно обменяться. Я, может, даже к этому варианту склоняюсь. Чтобы район сделал обмен земле, дал туда, пускай выращивает. На приём записаны 8 человек. Темы самые разные – от трудоустройства до сферы ЖКХ. Обсуждаются и вопросы оплаты газового отопления в садовом товариществе «Антоновка». Передачи и обслуживания канализационной системы в одном из домов агрогородка Горбацевичи Бобруйского района. Отсутствуют необходимые документы. Занимайтесь оформлением документов, поделайте запросы белым фразеем, кто изготавливал документацию. Там всё осталось. Принесёте мне справки, что там ничего нет, не осталось мне. А я у тех руководителей спрошу, почему не сохранены документы в архивах. Потом мы примем иное решение. Речь идёт и про обновление центральной улицы в Осиповичах. Анатолий Исаченко поручает решить проблемный вопрос уже в этом году. Кроме того, поставлена задача. Как только появятся дополнительные средства, сделать ремонт транспортной артерии на одном из участков деревни Думановщина. К меру тех денег, которые у нас есть, мы, конечно, стараемся всем помочь. Благодаря государству деньги выделены в большем объёме на эти виды работ. Мы, конечно, их постараемся максимально использовать. Мы выстраиваем бюджет, чтобы максимально решить то или иное направление именно в этом регионе. Кого-то волнуют крыши, кого-то дороги, кого-то вода не того качества надо ставить в станцию безжелезования. Работа с обращениями граждан – приоритетное направление для любого руководителя. От её эффективности зависит решение проблем и вопросов, которые волнуют население, а также наличие обратной связи между людьми и органами исполнительной и законодательной власти. Защитит самое дорогое. В стране стартовала профилактическая акция «Ребёнок – главный пассажир». В преддверии школьных каникул сотрудники ДПС проведут широкую информационную и разъяснительную работу. Расскажут об основных рисках и угрозах безопасности на дороге. Особый акцент на соблюдении правил перевозки несовершеннолетних с использованием детских удерживающих устройств. Продлится движение до 27 марта. Сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением водителями скоростных режимов и правил безопасной перевозки несовершеннолетних личным транспортом, маршрутными такси, школьными автобусами, а также организованных групп детей автобусами в нерегулярном сообщении. Кроме того, инспекторы будут дежурить на наиболее напряжённых участках улиц и дорог вблизи школ. За два месяца этого года на дорогах страны произошло 34 аварии. 38 детей получили травмы. Три ребёнка погибли. Статистика показывает, 9 из 10 таких ДТП происходят по вине взрослых. Страховые гарантии, дорожная карта и экологическое движение. В Беларуси пройдёт неделя леса. Сколько человек присоединились к инициативе в прошлом году? Беларусь и Россия выполнили уже более половины дорожной карты в сфере экономики. Обсуждается дальнейший план действий. Прежде всего, речь про эксплуатацию БелАИС, строительство на завершающем этапе. К концу года планируется ввод второго энергоблока. Этот проект стал самым высокотехнологичным и масштабным в истории отношений союзного государства. В стране создадут спецфонд для страхования от невыплаты зарплат. Сейчас идёт разработка проекта. Согласно документу, если организация «Банкрот» не выдаст работнику деньги, она будет обязана возместить задолженность в размере трёхмесячного заработка. Только в 2022-м около 200 белорусских компаний имели долги перед своими сотрудниками. На отечественном рынке появилась новинка «Электрический грузовик». Опытный образец прошёл все необходимые испытания. Получил свидетельства безопасности, сертификаты и допуск к движению. Машины способны перевезти почти 8 тонн груза. Запас хода – до 200 километров. Мощность двигателя – 180 киловатт в час. Практически вся начинка собственного производства. Акция «Неделя леса» пройдёт на протяжении апреля во всех областях Беларуси. Такое решение специалисты ведомства приняли из-за неоднородных климатических условий. Только в прошлом году к инициативе присоединились свыше 66 тысяч участников. Высадили более 36 миллионов деревьев. В 2023-м компания приурочена Году мира и созидания. 105 лет на страже закона и правопорядка. В Беларуси отмечают День внутренних войск. Праздничный повод собрал в детской школе искусств имени Оловникова солдат, офицеров, войсковой части 55-27, ветеранов и воспитанников патриотического клуба «Зубры». В их адресе звучали тёплые поздравления от руководства города и депутатского корпуса. За отвагу и доблестное выполнение служебных обязанностей лучших отметили грамотами и благодарностями. Церемонию награждения продолжил концерт. Поздравляю всех действующих военнослужащих внутренних войск, ветеранов, всех, кто причастны к нашей службе. Желаю, чтобы наши будни были лёгкими, простыми, чтобы надёжный тыл нас всегда ждал дома. Мы с радостью выходили на службу и с такой же радостью возвращались домой с праздником. Охрана общественного порядка, кинологическая подготовка, конвоирование, уничтожение взрывчатых веществ – далеко не полный перечень тех задач, которые выполняют служащие внутренних войск. Их ежедневный труд – гарант спокойствия и стабильности в государстве. Как бы ни влияли на работу деструктивные силы, правоохранители всегда проявляют стойкость, храбрость и взаимовыручку, защищают конституционный строй государства и стоят на страже суверенитета и правопорядка нашей страны. От традиций к современности через опыт мастерства. В Бобруйском районе пройдет 18-й международный пленэр по керамике «Арт Жижель-2023». Форум соберет белорусских и иностранных профессиональных художников с 12 июля по 2 августа. Место встречи – традиционная база отдыха Вербки на живописном берегу Березины. Заявки принимаются до 20 апреля. Тема этого года – культура и искусство в исторических фактах, личностях и событиях. Тема достаточно сложная для воплощения в декоративно-прикладном искусстве. Но, наверное, тема интереснее задачи. И я думаю, что по итогам пленэра мы увидим какие-то оригинальные, замечательные решения. Организаторами форума выступают Горсполком, Могилевский облсполком и Белорусский союз художников. Ежегодный слет керамистов, напомним, проводится с 2003-го. За это время в пленэре поучаствовали более 150 мастеров из 25 стран. В дальнейшем с их работами широкая публика смогла познакомиться на выставках в Бобруйске, Могилеве и Минске. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»